Здравствуйте! Это программа «Наши новости» в студии Татьяна Динер. Смотрите сегодня в выпуске. Это наше общее горе. Жители края вместе со всей Россией скорбят по погибшим в Кемерово. Режим ЧС по паводку объявлен на всей территории края. Уже известно о первых жертвах подтопления. Отличился? Барнаулиц Александр Ерохин поучаствовал в голевой атаке сборной страны против Франции. Кемерово, мы с тобой. Эти слова звучат сегодня по всей России. Приспущены государственные флаги, проходят акции в память о погибших в торговом центре «Зимняя вишня». Не остались в стороне и жители края. Барнаульцы, бейчане, рубцовчане. С подробностями Илья Кочетков. Скорбящая мать, символ Великой Отечественной войны, стал в эти дни для барнаульцев символом другой трагедии – Кемеровской. Уже третий день сюда, к мемориалу славы, приходят барнаульцы. Несут цветы, игрушки, зажигают свечи. Ну, общая трагедия. У меня вот тоже маленький ребенок. Это очень страшно, когда погибают дети от халатности, от безалаберности. Мы вместе со всеми скорбим, выражаем слова соболезнования, даже слова не подобрать. Это могло быть и здесь. Да, это может случиться с каждым. Чтоб этого не было никогда. В Барнауле сегодня отменили развлекательные мероприятия, причем до конца недели. В эти минуты краевая столица присоединяется ко всероссийской акции. В небо запускают белые шары, как символ душ погибших детей. Своё место памяти жертв кемеровской трагедии появилось и в Бийске. Торговый центр «Воскресенье» несут игрушки и цветы жителей Наукограда. Не оставила равнодушной беда кемеровчан и жителей Рубцовска. В краевой столице студенты сразу двух вузов, технического и медицинского, провели митинг. В наших высших учебных заведениях учится довольно много ребят, которые приехали из Кемеровской области. У меня братишка туда пошел, но да, бог уберег. Зашел покушать, не дошел, слава богу, все нормально. Ну и так тоже знакомый один там паренек остался у нас. Вот. Очень жалко, печально, конечно. Слава богу, моих знакомых родных в торговом центре не было, но есть косвенные знакомые, которые находились в торговом центре. И невозможно передать то, что они описывают словами. Это паника, это хаос, это страх. Между тем подтвердилась информация о гибели на пожаре в Кемерово двух детей из Барнаула 10 и 16 лет. Вместе с ними погиб их отец. Известно, что мать детей жительницы Барнаула сейчас находится на опознании погибших. Оказывается, психологическая поддержка это все проводится. Мы эту ситуацию держим на контроле. Мы сделаем все, что мы должны и обязаны сделать в этой ситуации по отношению к пострадавшей семье. Губернатор также подтвердил, что в крае уже начали массово проверять торговые центры и места массового скопления людей на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. В прокуратуре Алтайского края пояснили, что сегодня ведутся подготовительные работы. А уже завтра правоохранители совместно с сотрудниками МЧС проведут первые рейды по торговым центрам. Обещаем сообщить о результатах проверок. Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости. Режим ЧС объявлен по всему Алтайскому краю. На сегодняшнее утро в зоне подтопления были 12 районов края. Но паводок продолжает набирать силу. В критическом положении находятся Петропавловский, Смоленский и Солонешинский районы. Всего половодие настигло 69 алтайских сел. Более чем у 2000 жителей края подтоплены жилые дома. Массово гибнет скот и есть уже первые человеческие жертвы. Яна Аксенова подробнее. Нетипичная картина для Марта. Дома в воде почти по крышу. Плывет мебель. В селе Николаевка Петропавловского района затопило несколько десятков домов. Стихия настигла жителей внезапно. По их словам, власти района оповещали население, что вода на подходе. Но, как выяснилось, сообщить успели не всем. Население никому не объехали. И никого вообще не оповестили. Мы тут сами людям звонили. Собирайтесь. Здесь у нас, когда оно вот тут вышло, все, тут еще была дорога. И сами мы на лодках, на своих, вот, ездили к соседям, все, людей вывозили. Скотина у людей потонула у многих. Свиньи, конечно, потонули, коровы потонули. Вот, оттуда вот спасти невозможно было. Вот, вся скотина кричала. Приехала со своим одноклассником для того, чтобы спасать свою маму. Так как она у нас на пенсии и находится одна. Буквально недавно мы похоронили бабушку. Наверное, даже хорошо, что эта стихия не застала, потому что, я не знаю, как бы мы ее оттуда позволяли. Полтретьего встал, смотрю, у меня уже, глянул в окно, у меня идет уже вал. Вал, полтретьего, прямо идет вал воды. И когда успел, когда там шмутки все на крышу, на крышу, а потом уже через час-полтора я уже жену на лодке вывез. Чем южнее по району, тем страшнее картина. Из-за большой воды дорогу к следующему селу перекрыли полицейские. Прямо на въезде в село Зеленый дол дежурят спасатели. Водная трасса длиной примерно в километр отрезала его от цивилизации. Сотрудники МЧС на лодках переплавляют в пункты временного размещения еду и одеяло для людей, чьи дома затопило. Всего в селе Зеленый дол с населением 2000 человек затопило около 400 домов. Это больше половины. Вода пришла в ночь на 27 марта. Буквально за полтора часа она скрыла дома по самые крыши. В 2014 году был паудок, такого не было. Здесь больше воды, возможно, где-то затор, что вода идет через населенный пункт. Скотину изначально еще вчера ночью пытались вывезти, но некоторые не вывели, не успели. Скотина оставалась. В местной школе и детском саду организовали пункты временного размещения. Людей кормят, но условия проживания не из лучших. В помещениях влажный воздух, очень душно. Матрасы выдали не всем подтопленцам. Некоторым приходится спать прямо на полу. Среди пострадавших инвалиды, пенсионеры и дети. Вода вроде спадает, собираемся домой, ночевать здесь не будем. Потому что условий никаких с маленьким ребенком. На полу спать это нереально. Вам не выдавали матрасы? Нет. Мы с собой два одеяла, подушечку маленькую взяли, и все. Матрасов, признаются власти района, действительно хватило не всем. Просто не предполагали, что паудок окажется настолько масштабным, и к нему оказались не готовы. Раньше, говорят местные чиновники, подтапливало максимум 2-3 дома. Люди размещались у родных, редко в пунктах временного пребывания. Матрасы тогда заимствовали в местной больнице, куда уже после половодия покупали новые. Но сейчас вопрос не только в матрасах. Бедствие куда проблемнее. Такого никто просто не ожидал. Хотя мы были готовы, мы готовились к паудкам постоянно. У нас по району всегда было проблемно это село Антоневка, там поселок Ленино за рекой. Для нас была вся проблема. Мы там всегда готовились эту проблему, ну как бы купировать и решать ее. То, что касалось вот по Зеленому долу, это было просто, ну, непредсказуемый случай. Ложка у нас как бы проблемы нет, а вот проблема с мягким внутарем, как говорится, там, матрас, подушка, это большая проблема. И нам пришлось со всего района собирать все, что есть, поскольку мы не были практически готовы к этой ситуации. Ни готовы власти, ни готовы и жители. Многие из них, как выяснилось, не стали реагировать на СМС-оповещения. Понадеялись, авось пронесет, не пронесло. Еще за 60 лет он первый раз такой. Не переживаете за свою? Ну, ну, да как же. У нас это все руками, на что брать потом. Никто не объявил, мы смотрели сами в окно и наблюдали с одной стороны, а она со второй стороны пришла и все затопило. И свиньи сдохли, и курицы, все. Уже есть и человеческие жертвы. Спасатели обнаружили труп 50-летнего жителя села. По словам односельчан, мужчина погиб, пытаясь спасти живность. Его могло снести течением. Сейчас его тело находится на экспертизе. Я знаю, что нашли, а как, и про каких, кстати, я не в курсе. Вдоль по разлившемуся Аную расположены села Антоневка, Петропавловская, Алексеевка, Зеленый дол, Николаевка, Паудова. В первых двух вода немного спала, но в остальных пика наводнения еще ожидают. В соседнем Солонешинском районе, в селе Топольном, Диной снесло новый мост. Его построили после наводнения 2014 года. Еще два села, Рыбное и Еленово, отрезаны от большой земли. Люди третьи сутки подряд без света и продуктов. На месте беспрерывно работает спецтехника. Пытаются прорубить глыбы льда, чтобы попасть к пострадавшим. В Смоленском районе вода поднялась больше, чем на метр. Мы спали, просто я задержалась за работой, брала в школе работу и брала тетради домой проверять. В 11 часов нам позвонил сосед, вот он живет там вот в начале улицы, и сказал, быстрее выгоняйте машину из гаража, потому что идет наводнение. Все. Никто не был, ни глава администрации, ни МЧС, никто абсолютно нас о том, что идет наводнение, не предупредил. Можете спросить у любого. Ситуация крайне нестабильная. Пока одни территории освобождаются от воды, другие, их число все растет, попадают в зону подтопления. На момент подготовки материала сообщили, что в крае уже трое погибших. И прогноз остается неблагоприятным. Тем временем глава Барнаула Сергей Дугин поручил снегоуборочным службам вывести из краевой столицы как можно больше снега до начала его активного таяния. Особое внимание он поручил уделить синезинным районам города, где могут скапливаться талые воды. Об этом сообщает пресс-центр администрации Барнаула. По данным мэрии, в ночь с 27 на 28 марта в городе работало 114 снегоуборочных машин. Сегодня днем 112 единиц спецтехники, около 150 дворников. Наркологи, психиатры и терапевты должны работать сообща, чтобы помочь наркозависимым излечиться. Об этом говорили сегодня в Барнауле в рамках межрегиональной научно-практической конференции. Современные наркотики, которые принимают зависимые, оказывают сильнейшее влияние не только на их физическое, но и на психологическое состояние. Именно поэтому лечить таких людей необходимо совместными усилиями. К тому же выявить тех, кто предрасположен или уже страдает алкогольной и наркозависимостью, могут обычные терапевты на приемах в поликлиниках. Ведь зачастую болезни, с которыми обращаются пациенты, являются следствием их пристрастия к алкоголю или наркотикам. На ранней стадии совместными усилиями помочь этим людям изменить свой образ жизни, помочь им встать на принципе здорового образа жизни и успешно пролечить и соматическую болезнь, чтобы она вошла в ремиссию. И, естественно, начинание злоупотребления алкоголями, тем более наркотиками, свести, как говорится, к такой устойчивой длительной ремиссии. В Барнауле ребенок провалился в яму около алтайского противотуберкулезного диспансера. Следственный комитет организовал проверку. Как сообщают сотрудники СУСКО, яма образовалась в результате работ коммунальных служб. Местные жители пояснили, что котлован у ворот детской поликлиники туб-диспансера вырыли еще два месяца назад для ремонта труб. Засыпали около недели назад. За это время в яме скопилась вода. Грунт просел и образовался провал. А недавний снегопад скрыл раскопки. Ребенок, проходивший в тот день мимо поликлиники, провалился в яму в полный рост. По словам сотрудников диспансера, травм у него нет. Следователи приступили к проверке всех обстоятельств происшествия. А сегодня в одном из пабликов Рубцовска опубликовали фото огромной ямы, которая образовалась на дороге напротив родильного дома. Провал пока обнесли лентами. Барнаулец Александр Ерохин вместе с партнерами по сборной почтили память погибших в Кемерове минутой молчания. Акций было несколько. С минуты молчания начались также тренировки команды и товарищеский матч против Франции. В этой встрече Александру удалось поучаствовать в голевой атаке. Подробности в спортивном обзоре Кирилла Политова. Отличился наш земляк Александр Ерохин. Вышел на поле стадиона Санкт-Петербург с первых минут встречи против сборной Франции. При счете 0-2 полузащитник отдал пас во фланг на Игоря Смольникова. А тут уже точной передачей разрезал оборону трехцветных. Замкнуть прострелы удалось активному в этот вечер нападающему Федору Смолову. На миг показалось, что отечественная сборная сможет забить еще один мяч. Однако последнее слово осталось за французами. В результате поражения 1-3. Чуть ранее Ерохину удалось сыграть и в другом проигранном матче со сборной Бразилии. Там полузащитник «Зенита» вышел на замену на 85-й минуте. Тогда игра в Лужниках завершилась со счетом 0-3. Одно, конечно, может быть, опечалило – это количество пропущенных мячей. Все же на своем стадионе в преддверии чемпионата мира. С другой стороны, это товарищеский матч. Официальные матчи будут скалываться по-другому. И я очень надеюсь, что наша сборная будет более уверенно играть. Накатал сноубордист Андрей Соболев, пополнил коллекцию наград новой медалью. На этот раз представитель Алтая выиграл серебро чемпионата страны. Старты проходили в Татарстане. Соболев приехал вторым в дисциплине «Параллельный слалом». В финале спортсмен уступил красноярцу. Днем ранее Андрей стал четвертым в другой дисциплине «Параллельный гигантский слалом». О преобразованиях генеральный директор «Барнаульского Динамо» пригласил в столицу Алтая руководителя профессиональной футбольной лиги Андрея Соколова. Заодно представителей клубов второй и третий лиг. Цель – обсудить возможное реформирование профессионального футбола за Уралом. По задумке авторов проекта, вторую лигу «Зону Восток», где и выступает «Барнаульская Динамо», планируют разделить на две – Сибирь и Дальний Восток. Встреча назначена на 9 апреля. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости. А теперь пришло время прогноза погоды. На большей части территории края ясно, ветер юго-западный слабый. В Тальменке и Белокурихе до трех выше ноля, в Бийске до пяти, в Аллейске и Кулунде до шести тепла, в Рубцовске до восьми тепла, в Барнауле ясно ночью до минус восьми, днем до двух со знаком плюс. Мира вам и добра. А мы в завершение выпуска вернемся к теме, которая в последние дни объединила всю страну. Барнаульцы и наша редакция скорбят вместе с кемеровчанами, потерявшими своих родных и близких на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Зимняя вишня Зимняя вишня Зимняя вишня Нестор Козин воевал на Западном фронте, участник битвы под Москвой, Весло-Одерской и Восточно-Померанской операций. Особую славу дивизия генерал-майора приобрела под Сталинградом. В 1942 году она прорвала оборону румыно-немецких войск, замкнула кольцо окружения вокруг двух армейских корпусов и разрезала группировку на две части. Затем имитировала подход и изготовку к атаке механизированных частей, используя весь тракторный и автомобильный парк. Деморализованный командир противника генерал Стенеску был вынужден прислать парламентера с согласием сдать в плен все 27 тысяч бойцов. Позже дивизия Козина участвовала в штурме Берлина. За заслуги перед Отечеством ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Его имя носит одна из школ и улица в Барнауле. Владимир Рублевский на фронте с 43-го года. В 44-м в составе передовой группы под сильным огнем противника сержант преодолел реку Западная Двина, участвовал в боях по захвату и расширению плацдарма на левом ее берегу, погиб в следующем бою. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно.